Всем привет! Вы на канале Супер Ответ. Сегодня приготовим пшенную кашу. Начинаем готовить. При выборе пшена лучше всего брать очень такое желтое, насыщенное пшено. Здесь в данном случае фирма Мистраль. По приготовлению получилось очень хорошо распаренное. И само по себе пшено очень чистое и такое крупное. Так, первым делом наливаем 3 кружки воды. Можно взять холодную воду, а я взял сразу кипяток. Я беру сразу кипяток, наливаю 3 кружки воды. Так, эту воду сразу нужно подсолить. Вот, беру неполную чайную ложку соли. Все, здесь будет вариться пшено, но сначала его нужно промыть. Так, теперь начинаем готовить пшено. Насыпал я кружку такую. Далее пересыпаем пшено в какую-то прозрачную тарелку, чтобы можно было промыть. На этом же этапе можно перебрать пшено, если есть какие-то черные глазки, то можно их убрать. Но у меня вот хорошая пшена попалась, поэтому я буду только промывать. Итак, сейчас мы промоем пшено немножко теплой водой. Два-три раза. Так, воду сливаю. Я взял чайник, просто немножко разогрел фильтрованную воду. И теперь в теплой воде промываю пшено. Два-три раза нужно промыть. Я думаю, три раза промою. Так, готово. И теперь нужно ошпарить пшено кипятком. Теперь еще добавляем кипяток. Так, еще раз перемешиваю. Так, сейчас сливаю воду и отправляю пшено уже в три кружки горячей воды. Итак, отправляю одна кружка пшена и три кружки горячей воды. И теперь убираю на огонь. И будем варить на среднем огне примерно 20 минут. Варим пшено на среднем огне примерно 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело. Пока не спарится вода. Так, прошло уже где-то 15 минут. Пшено у нас уже разбухло. И вода уже частично выкипела. Так, не забываем помешивать. Воды осталось уже совсем немного. Поэтому сейчас я скипячу одну кружку молока и добавлю ее сюда. Смотрите, каша полностью уже сварилась. Если готовить без молока, то можно уже снимать, добавлять масло, сахар по желанию и кушать. Но я хочу приготовить с молоком, поэтому я скипятил одну кружку молока. Ту же кружку, которую я брал. И сейчас я добавляю одну кружку кипяченого молока. Добавляю сахар. В сахар я добавлю примерно 2 неполные ложки столовые, потому что мы любим сладкую кашу. Так, сейчас я уберу кашу еще раз на огонь, на средний огонь. Доведу ее до кипения. И примерно через 2-3 минуты каша будет готова. Каша поварилась с молоком еще примерно 3-4 минуты. Полностью распарилась и она готова. Подведем итог. Каша готова. Очень хорошо распарилась. Думаю, очень хорошо запаривать пшено перед тем, как мы готовим кашу. Сокращает время варки и качество распаривания каши. Если видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных видео. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok